друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и по-прежнему говорим о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов сегодня у нас не только брифинг но еще также и вебинар правильный понедельник который состоится 18 00 по московскому времени если есть возможность присутствовать и если вам интересен фундамент особенно с точки зрения определения тенденций рыночных с большим удовольствием вас всех на него приглашаю не забывайте друзья то что на нашем канале на ютюбе канала markets очень много контента разные стили подачи большое количество спикеров упоры на разные типы анализов я думаю что то вы уже для себя нашли то что нравится вам единственная просьба не забывайте подписываться на наш канал и безусловно оставите лайки я жду собственно отдачи от вас друзья и к этому брифингу ну что же давайте поговорим об основных событиях и том что интересного произошло например в пятницу последнем торговом дне прошлой недели начнем с рынка нефти 26 20 сейчас котировки которые мы видим уже определились под конец прошлой неделе что стратегии у нас будет следующее мы будем исходить преимущественно из продаж в расчете на еще одну волну действий активных на рынке продавцов которые могут вернуть и бренда даже ниже 20 долларов а за на баррель если говорить о марке wti ну там в принципе в процентах а сопоставимые будут потери в пятницу мы закрылись с снижением повторюсь друзья что в пятницу вступила в силу соглашения по сокращению нефтедобычи ключевыми нефтедобывающими регионами а почему не выросли на этом фоне да потому что недостаточно этих мер со стороны стран опек плюс плюс по снижению добычи потому что мы с вами еще ранее определились то что спрос в апреле просел больше чем на 25 миллионов баррелей а тут только лишь сокращение добычи на 9 7 тем более что она имеет ограниченный период действия это скажем снижение добычи не на перспективу ну скажем до конца 2020 года всего лишь на два месяца то есть по истечению июня страна опек снова начнут увеличивать производство нефти казалось бы тогда когда нужно наоборот его активно снижать поскольку уверен что в перспективе ближайших двух месяцев все эти проблемы роста предложения падения и резкого сокращения спроса эти проблемы на рынке останутся мы сейчас если углубимся в анализ того как действуют крупные игроки сможем прийти к выводу что трейдеры массово действительно выходит из контрактов с ближайшими поставками я об этом уже очень много говорил перекладывают капиталы в фьючерсы с более поздней эспирации это опять же нормальная реакция потому что все допускают возможность повторения с текущими фьючерсами то что было собственно с майским фьючерсом когда цены оказались на отрицательной территории для того чтобы не стать своего рода жертвой повторения подобной ситуации трейдеры действительно кроют позиции перекладываются на поставки с более поздними периодами это разумеется приводит к снижению друзья а ликвидности на контрактах с более ранними поставками и раскачивает рынок такая динамика безусловно а клиенты компания маркетс уже имеют дело с июньскими фьючерсами поэтому такого рода риски ухода на отрицательную территорию вам друзья не грозят но сам факт того что волатильность на площадках сохраняется из-за вот этих панических настроений это влияет в принципе на движение финансовых активов рынка нефти независимо от того какие контракты мы смотрели бы либо на какие площадки делали упор эта динамика характерна в целом для всего энергетического сектора поэтому сейчас рынок нефти вы сами видите ходит по 10 процентов за день и это нормально рынок не знает где нужно отстояться стабилизироваться для того чтобы в процессе начать восстанавливаться а восстановление друзья мы пока что не говорим все таки как я уже отметил есть высокая вероятность еще одной волны распродаж и я допускаю что как уже отмечалось мы поработаем с короткими позициями до экспирации вот чается майского фьючерса точнее июньского фьючерса это экспирация состоится в девятнадцатого с перехода на девятнадцатый на 20 мая по рублю 74 38 мы ждем снова распродаж российской валюты как только торги откроются после праздников разумеется будем ждать соответствующего давления на рубль индекс американская валюта 99 40 впереди очень важный отчет non-farm peril в пятницу и вы знаете я уже так много делал акцент на слабый макроэкономический фон по штатам и верил то что просадка отдельных секторов база для снижения экономического роста должно все это вернуть интерес трейдеров именно к покупкам доллара что сейчас видят что интерес остается на тех же самых уровнях что скажем две-три недели назад начинаю немножко уже разочаровываться именно в сделке по покупке доллара поэтому на эту пятницу non-farm peril как я уже отмечал и если доллар хочет собственно подтвердить на рынке свой статус защитного актива я думаю что ему стоит сейчас укрепиться подрасти поэтому давайте дождемся пятницу посмотрим как поведет себя доллар и уже на следующей неделе будем принимать решение стоит и находиться в длинных позициях по американской валюте по а статистике также пятницу индекс асм производственного сектора и разгон инфляции все хуже некуда друзья это еще на подтверждение того что американская экономика покажет очень серьезное замедление по итогам второго квартала и важно отметить что главный советник белого дома ларри кудлоу а в пятницу отметил что правительство и фрс совместно взяли паузу подоб мерам стимулирования на ближайшие 20-30 дней потому что хотят оценить влияние прошлых мер о стимулировании посмотреть насколько они помогли экономике и также делаю акцент специально друзья даже вот со ссылкой на кудлоу он отметил что американская экономика монетарные власти сша ждут еще одной волны распродаж и удара по сша из-за последствий собственно эпидемии пандемии корона вируса золото 1697 топчемся мы на отметке 1700 друзья это примерно отправные уровни и точки для того чтобы мы в процессе дальше сделали цель 1750 поэтому рекомендую держать длинные позиции австралии с против доллара 0 63 85 учитывая то что сша готовит новый пакет дополнительных тарифов для китая это не следствие торговой войны друзья это уже доказательство очевидных явных претензий со стороны сша китая из-за именно коронавируса как вы помните сша обвиняют именно китай в происхождении этой инфекции поэтому валюта и страны которые очень тесно связаны по партнерским торговым связям с китаем будут испытывать не меньше трудности чем сам кита среди таких валют австралийский доллар и новозеландская валюта поэтому забрались мы по австралийцы очень высоко но я думаю что сейчас снова пришло время искать уровне для продаж и я считаю что даже текущее значение очень перспективные сделки с расчетом на то что пара австралийц против доллара легко может уйти в район 0 60 0 61 доллар канадец растет 1 41 18 в пятницу мы ждем данные по рынку труда канады статистика разочарует я надеюсь то что к пятнице у нас будет возможность говорить о росте пары доллар канадец там в район отметки 1 42 еще на слабости нефтянки ну а в пятницу уже будем ждать поддержки со стороны слабой статистики в общем длинные позиции приоритете евро против доллара 1 0 9 и 38 друзья отбились мы от планки 110 еще одно доказательство того что вряд ли рынок пройдет выше поэтому если интересуют короткие позиции если также как и я вы верите в то что и cb в настоящем заседании анонсирует новый пакет экономических стимулов и это обвалит курс евро самое время продавать фунт против доллара здесь ждем отработку отложки сел стоп с отметки 1 23 70 спускаемся друзья 1 24 45 сейчас статистика плохая индекс производственной активности вышел в пятницу слабость рекордные показатели снижения на это все накладывается еще неопределенность по brexit у также в пятницу переговорщик от и с мишель бронье подтвердил что англия и европейский союз в очередной раз зашли в тупик и англия кстати не отвечает на предложение ес о продлении сроков выхода из состава европейского союза а лучше скажем даже не то чтобы не отвечает а против такого рода инициативы я думаю друзья что к теме жесткого brexit а по о мере приближения опять же конца 2020 года мы будем возвращаться все чаще и чаще по bitcoin удержим длинные позиции 8653 сейчас а котировки сегодня-завтра мы добавим на наш канал найти в секцию пульс рынка еще один собственно ролик по перспективам биткоина в связи со предстоящим халвингом тех кто интересуется рынком криптовалют я думаю что эта тема будет интересно на этом все друзья большое спасибо за внимание всего доброго до свидания